здравствуйте уважаемые зрители канала полезные советы из ссср меня зовут татьяна и в этом видео я предлагаю вам прослушать статью из журнала здоровье номер 4 за 1981 год статья называется опущение желудка автор профессор а.л. гребенев опущение желудка или гастроптоз наблюдается в основном у 15-45 летних людей причем у женщин чаще чем у мужчин заболевание может быть врожденным его нередко обнаруживают у людей астенического телосложения у которых ослаблен связочный аппарат удерживающий органы брюшной полости приобретенный гастроптоз возникает в тех случаях когда резко ослабевают мышцы брюшной стенки то есть при значительном похудении а также после родов после удаления из брюшной полости жидкости или больших опухолей при этом связки фиксирующие желудок растягиваются и он опускается первопричиной гастроптоза может быть опущение диафрагмы иногда гастроптоз и ослабление мышечного тонуса желудка следствие недостатка в рационе витаминов или белков различают три степени гастроптоза первое начальное когда опущение желудка незначительно 2 когда она умеренно выражена третье с резким смещением желудка все это хорошо определяется при рентгенологическом исследовании в большинстве случаев гастроптоз почти ничем себя не проявляет лишь иногда больные жалуются на чувство тяжести распирания тупую ноющую боль под ложечкой особенно после обильной еды реже на боль в пояснице она вызывается растяжением связок фиксирующих желудок и раздражением заложенных в них нервных окончаний боль стихает когда человек ложится у некоторых кратковременная боль в животе возникает во время бега прыжков они почти постоянно чувствуют поташнивание жалуются на плохой аппетит часто при гастроптозе бывают запоры причина которых значительное опущение и ослабление мышечного тонуса не только желудка но и толстой кишки больные нередко ощущают слабость становятся раздражительными менее работоспособными гастроптоз может сочетаться с опущением других органов печени почек таким больным необходимо постоянно следить за питанием и не допускать резкого падения веса рекомендуется частое дробное питание пища должна быть калорийной и легко усвояемой если снижен аппетит врач назначает лекарства для его улучшения хорошо действуют в таких случаях сбор аппетитный из травы полыни и тысячелистника которые применяют в виде настоя чтобы стимулировать работу кишечника рекомендуется увеличить в рационе долю продуктов с повышенным содержанием клетчатки овощи фрукты хлеб из муки грубого помола можно применять и слабительные средства в частности сборы трав врачи советуют пациентам вести активный образ жизни заниматься физкультурой комплекс упражнений подбирает специалист по лечебной физкультуре индивидуально каждому пациенту если выявлен значительный гастроптоз и он сильно беспокоит больного кроме специального курса лечебной физкультуры назначают массаж живота и водолечения тем у кого передняя брюшная стенка очень дряблая рекомендуется носить лечебный бандаж и после еды полежать систематическое комплексное лечение обычно дает положительный результат улучшается общее самочувствие больного восстанавливается его трудоспособность хирургических методов лечения при гастроптозе не применяют хочу напомнить женщинам в период беременности и в первые месяцы после родов рекомендуется делать специальную гимнастику назначенную врачом которая способствует укреплению брюшной стенки а значит и профилактики гастроптоза не забывайте и о физическом воспитании детей самого раннего возраста они должны регулярно заниматься физкультурой и доступными видами спорта плаванием греблей различными играми с мечом конец статьи если вам понравилась статья пожалуйста поставьте лайк подпишитесь на канал если вы еще не подписаны и оставляйте свои комментарии внизу под видео благодарю вас за внимание и до следующей встречи на канале полезные советы из ссср